Девушки отдыхают В эфире телеканала «Звязда» информационно-аналитическая программа «Альтернатива». В студии работает Капитолина Зинкевич. Здравствуйте! Новая волна коронавируса накрывает мир. Цифры заболеваемости COVID-19 превысили 244 миллиона человек. Неутяжительная статистика смертности – показатель в мировом масштабе – достиг порядка 5 миллионов. Рост заболеваемости стремительный. Это, к слову, одна из особенностей нынешней волны. Ухудшается обстановка у наших соседей. В России суточный прирост – более 37 тысяч новых случаев заболеваемости. Плюсует и Украина с Таиландом. Более 14,8 тысяч выявленных заражений коронавирусной инфекцией. В Венгрии, Филиппинах и Австрии ситуация также остается непростой. Список стран меняется с молниеносной скоростью. Как будет складываться обстановка, спрогнозировать нереально. Понятно одно – лихорадит весь мир. По-разному неодинаковая и реакция государств на всплески заболеваемости. Ряд стран испытывает полный коллапс. Системы здравоохранения не справляются с наплывом ковидных пациентов. В Латвии начался месячный локдаун. Введен комендантский час. Нарушители антиковидных мер ожидают штрафы до 2000 евро. Нерабочие дни с сохранением заработной платы из-за ковида с 28 октября по 7 ноября установлены в России. В Великобритании впервые в середине лета этого года зарегистрировано больше 50 тысяч заболеваний коронавируса. Врачи призывают правительство снова ввести ограничительные меры. Власти настаивают. В этом нет необходимости. И вроде бы время подселить соломку было, да только работает этот тезис там, где создан прочный фундамент. Беларусь не просто знает. Наша страна – пример того, что слаженная, четко выстроенная система здравоохранения в сложные периоды не просто не даст сбой, а сможет вовремя переформатироваться. Как сейчас, к примеру, под ковидные реалии. Мы смотрим на мир, анализируем, делаем соответствующие выводы. Это важно. Давайте сверим часы и посмотрим, что мы сделали и что делаем на сегодня. Что нам еще не хватает. Первое – ресурсный потенциал здравоохранения. Конкретные проблемы, с которыми столкнулись. Что сделано и какая нужна помощь. Это главное. Будет система работы здравоохранения, будут врачи, заточены под лечение людей. Мы это преодолеем. Будем болтать, заниматься болтологией, мы ничего не сделаем. Второе – уровень, ожидаемый к зимнему периоду заболеваемости населения ковидом. Какие первоочередные меры по противодействию распространения предпринимаются? Как приходит вакцинация населения? Еще раз хочу подчеркнуть. Несмотря на мое негативное, жесткое отношение к напряжению людей, маски эти и прочее, вакцинироваться нужно. Я никогда против этого не был. В противном случае, на ваших же глазах, особенно министра, зачем я с Путиным договаривался, чтобы мы получили этот спутник? Россия же себе еще только начала их поставлять, и нам поставила этот препарат. Так? Вакцину. Потом я попросил, чтобы у нас разливали эту вакцину. Потом мы посмотрели, посмотрели, сделали вывод. Это были мои слова, что мы будем жить с этим ковидом, и нам нужна вакцина своя. Поэтому мы уже сегодня завозим оборудование для производства по полному циклу собственной вакцины. И эту вакцину мы уже получили. Она у нас есть в пробирках, и ее надо сегодня произвести. Но для этого надо самое современное оборудование. Мы оснащаем свой завод по производству вакцины. Надо же говорить о том, что президент был против вакцинирования, нет. Но чтобы я абсолютно был убежденным человеком в этом плане, нет. Но я не специалист. Я не могу запрещать вакцинировать людей. Но и напрягать вы людей не будете. Ситуация с коронавирусом на постоянном контроле белорусского лидера Александра Лукашенко в ежедневных статистических отчетах профильного ведомства и не только. Как и обещала свое слово, президент держит. Всю минувшую неделю в Беларуси посвятили детальному анализу эпид-обстановки. Главный тезис – лечение людей локдаунами, запретами и ограничениями пандемию не остановить. Да, частичность держать возможно, и все же сегодня все силы важно направить на оказание медицинской помощи населению. Тактику действия в Беларуси выработали еще во время первых волн пандемии. За принятие необходимых мер в противодействии коронавирусу в первую очередь отвечают профильные специалисты штабов, уже потом губернаторы. И надо сказать, данный подход себя оправдал северный регион Беларуси. Напомню, именно Витебщина в республике первая на себя приняла коронавирусный удар. Сегодня число госпитализаций с COVID-19 здесь постепенно снижается. У нас пик по прошлому году, по прошлой волне, был 3 508 человек, когда мы достигли госпитализации уже в наших учреждениях здравоохранения. Именно с пневмониями. Этот пик мы преодолели буквально 10-11 октября. То есть на сегодняшний день более 300 человек в целом по области уже более, чем тот пик прошлой волны. Много ли это мало? Сравните сами. На всю область 300 с лишним человек. Это 109%. Но самое интересное, наверное, не в этом, а в другом, то, что именно с 10-11 числа наметилось снижение темпа роста заболеваемости. И если до 10 октября у нас в отдельные дни прирост доходил 200-300 и даже в отдельный день до 400 человек, то вот эта неделя предыдущая до сотни. 30, 40, 50. И вот на утро буквально сегодня, понедельник, это, как правило, после выходных дней, когда идут заболевшие с пятницы, суббота, воскресенье, когда люди хотят еще как-то дома побыть. Вот всего лишь сотня заболевших. Поэтому можно уже осторожно сказать, что действительно, наверное, вирус начинает сдавать свои позиции. В Гродно специалисты также фиксируют наименьшую напряженность по заболеваемости коронавирусной инфекцией. А вот в Минске, Минской области и на Гомельщине процесс, напротив, проходит интенсивно. С осторожностью Минздрав в Беларуси прогнозирует, в скором времени заболеваемость COVID-19 пойдет на спад. По нашим аналитическим данным, мы примерно вышли на пиковое значение заболеваемости примерно около 3,5-4 недели назад. Аналогичные пики, которые наблюдались в других странах, связанные с дельтоштаммом, как правило, свидетельствовали о двухмесячном нахождении на высоких цифрах и потом достаточно резкое снижение уровня заболеваемости. Здесь, конечно же, есть факторы зимы. Когда мы рассматриваем Индию или рассматриваем московские вспышки, это было лето, там немножко была другая обстановка. Сейчас мы месяц примерно уже на этих пиках, и поэтому, я думаю, что набирая вот этот темп, мы примерно должны уже в ноябре, ну, седине ноября, считайте. Это тут, заметно, два месяца, которых мы начнем снижать. Пока же, как бы не хотелось, исключением из правил Беларусь не стала. Наша страна, как и большинство государств в мире, находится на пиковых значениях, что означает одно – нагрузка на систему здравоохранения ложится колоссальная. Только на Витовщине в стационарах для пациентов с коронавирусной инфекцией выделено более 11,5 тысяч коек. Тяжелых пациентов из районных больниц переводят в областные. В учреждениях здравоохранения области задействовано 84% кислородных точек от всего количества. Достаточно большое количество, по сравнению с предыдущими волнами, это тяжелых пациентов, реанимации. Реанимационные койки и специалисты в реанимации, конечно, работают посложнее, чем это было раньше. Во-первых, продолжительность заболевания тяжелее и тяжелее проходит. Ну и на сегодня у нас реаниматологов, наверное, 90-91% от всех работников реанимации заняты именно на ковид-инфекции. На сегодня все регионы задействованы в Витебской области. В Витебске остается условно чистая. Это областная клиническая больница, которая принимает всю экстренную помощь. Это родильный дом номер 2, который оказывает помощь женщинам. И в Витебске областной клинический кардиодиспансер. В принципе, все остальные общепрофильные больницы перепрофилированы под ковид. И такой подробный и тщательный разбор затронул каждый из регионов Беларуси. Масштабное совещание по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции во Дворце независимости длилось 3 часа. Права на ошибку нет. На кону жизнь и здоровье беларусов. Абсолютно всех и каждого. На этом глава государства заострил особое внимание. Людей нельзя бросать. Жесткое требование Александра Лукашенко. Даже в сложной эпид-обстановке речи о приостановлении плановой медпомощи быть не может. Другие заболевания никуда не исчезли. Беларусы как болели, так и продолжают болеть дальше. Это значит лишь одно. Важно собраться с силами и продолжать работать. Не снижая планку, а разумно перераспределяя медицинские возможности. Сегодня я с губернаторами переговорил. В 17.00 они представят план мероприятий комплексных по оказанию консультативной и плановой помощи на Дмитрия Леонидовича. Сидеть ни в коем случае нельзя им дать возможность действовать традиционно. А, там чего-то вспыхнуло. Давай это закроем. Слушайте, как закроем? Как закроем? Болезнь – это психология, психика прежде всего человека. А ему говорят – нет. Поэтому ни в коем случае. МАПО там у вас, БЕЛМАПО, Минздрав и прочее. Косиниц. Я знаю, его посадил в поликлинику, в больницу. Он этот период отработает как надо, организует людей. Но война началась. Надо где-то и поднапрягся. Но людей нельзя бросать с обычными операциями. Я всегда провожу пример. Как онкологию отложить? Что значит плановое оперативное вмешательство или консультативное? Еще что-то. Ну как отложить? Это же онкология. Это страшнее, чем любой ковид. Нет. Мы вот потом. Он сказал, не думая, что онкологию отложат. А на местах там отложат. Они сделали так. Они отложили на местах. Да, поэтому готовы взять на себя тех пациентов, которые, допустим, городской центр сейчас перепрофилирован. Мы берем на себя, они обследуют. А на оперативное хирургическое лечение мы берем на себя этих пациентов. И даже привлекаем сотрудников оттуда. Например, щитовидные железа, которые мы не оперируем. Они готовы оперировать здесь, на нашей базе. Мы полностью сотрудничаем и держим все это на контроле. Вот начинать надо с этого. Там, где невозможно ничего отложить. Не откладывая на потом то, что можно сделать сегодня. Житейский принцип, от которого белорусские медики не отходят даже в непростой ковидной реальности. Как результат, количество онкопациентов за последние два года в Беларуси снизилось на 25 тысяч. В Новополоске, к примеру, таких пациентов сегодня почти 4 тысячи и лишь 8 сотен человек с диагнозом онкологического заболевания находятся на стадии активного лечения. Пациенты с онкологической патологией продолжают получать необходимую медицинскую помощь. Они наблюдаются врачами общей практики, врачом-онкологом. При необходимости направляются на консультацию, получают специфическое лечение в онкологическом диспансере. У нас в городе существует патронажная бригада выездная, которая решает вопросы обезболивания на дому, выезжая к пациентам, принимая на месте решение. Пациенты в терминальной стадии, которые нуждаются в оказании палеоативной медицинской помощи, получают помощь на наших койках медицинской палеоативной помощи. У нас развернуто 15 койок на базе больницы Сестринского ухода. Люди – главная ценность государства вне зависимости от того, по какую сторону они находятся, будь то врачи или пациенты. Задача одна – сохранить каждую человеческую жизнь от обеспеченности и укомплектованности учреждений здравоохранения всем необходимым. Для лечения ковидных пациентов, начиная от средств индивидуальной защиты и заканчивая аппаратами ЭВЛ, сегодня в том числе зависят ковидные потери. Государство это прекрасно понимает, именно поэтому только в текущем году на здравоохранение из республиканского бюджета выделено более 7,5 миллиардов белорусских рублей, шесть из которых уже израсходовано. Понятно, что оставшихся средств недостаточно и здесь глава государства принимает решение на борьбу с коронавирусом выделить дополнительные средства из резервного фонда президента. Один из главных итогов масштабного совещания – оперативность, своевременность, гибкость. То, что во многом сегодня отличает Беларусь от остальных стран в противостоянии ковид-19. А еще регулярные посещения Александром Лукашенко – красных зон. Как доказательство ситуации с коронавирусом белорусский лидер владеет, что ни на есть изнутри. Вторая ситуация у нас – флирмония, корид-инфекция. А поражение лёгких? Поражение лёгких, умеренность, 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 она находится на кислороде, так как кислород был большой, и держит в ситуацию всего 6 литров в минуту. Больше кислородотерапии нет. А по времени постоянно кислорода или по времени нет? Когда человек кушает, выходит в кислород, значит, кислород мы отключаем. А ночью? Значит, и ночью тоже, когда он, перед тем, как спать, мы проверяем уровень сакурации без кислорода. Если уровень сакурации допустимый… А сколько у него сейчас? Сейчас у него 95. Оказаться в реанимации или нести ответственность за собственное здоровье – самоосознанно. Каждый выбирает по себе. Именно поэтому белорусов не принуждают к каким-либо ограничительным мероприятиям, рекомендуют. К примеру, это касается соблюдения масочного режима. На минувшей неделе Минздрав Беларуси отменил требования об обязательном масочном режиме. Соответствующее решение прописано в постановлении Министерства здравоохранения Беларуси номер 111 от 20 октября 2021 года. Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен. Если вы к президенту, открыв ногой дверь, заходите, так зачем же вы издеваетесь над людьми? Если к президенту вы свободно заходите, у меня действительно ни один человек никогда не спрашивали, у него вакцинирован нет, ПЦР-тесты не делали. Ну, одна Качанова возмущалась всегда, как так президенту идут, но она ответственна по Минску, а дворец независимости в Минске, она всегда возмущалась. Ну, повозмущается и сама уже приходит без тестирования. А почему людей тогда напрягают? Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима? Штупаете везде, даже женщин не щадя. А где это министр? Я же вас предупреждал. Вам что, нечем заниматься? Вы почему закон нарушаете? У нас нет закона такого, который дает вам право ощупывать, осматривать и ловить людей и снимать на мордники. Вы кому подыгрываете? Так уже, если лечите, то лечите как следует. Начиная от этой зоны и заканчивая везде на улицах. Дмитрий Леонидович, Подняли Бучу на всю страну. Я думаю, губернаторы нас услышали. А то вот я смотрю, в Бресте уже штрафовать начали и уже силой коленом на грудь заставляют вакцинироваться. Я же вас спросил, не допускайте этого. Вот сейчас они мне сидящие там специалисты в масках, которые здесь сидят. Это их право. Я никого не заставляю. Черцель ко мне приходит, никогда маску не одевает. Господь с ним. Пеневич приходит, маску в приемную бросил и зашел. Я никого не заставляю. Это ваше право. Если человек больной, тот же Пеневич, допустим, заковидил, он никогда к президенту не пойдет. Так должен поступать каждый житель нашей страны. Тем более, что мы темним перед людьми. Мы же не все знаем об этой болезни. И каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным. Но мы об этом сейчас поговорим. Видите, людей они начали штрафовать. Кто вам дал право это? И маски, и защитные мероприятия. И вакцинация. Это исключительно добровольное дело каждого человека. Убеждение. Я не исключаю, хотя плохо воспринимаю материальную заинтересованность под вакцинацию. Как некоторые руководители. Вот тебе 100 рублей, кто-то 200 рублей. Иди вакцинируйся. Умный директор посчитал. Если этот человек не уйдет в эту сферу здравоохранения и не заболеет, то это для предприятия будет больше выигрыш, если человек заболеет. Приемлемы любые методы, кроме наклонения людей. Принуждение. Предупреждаю всех. Милицию, санслужбы и прочее. Это жестокое нарушение закона. У нас нет законодательных оснований. И президент не принимал подобное решение, чтобы наклонять людей. И заставлять их. Но просить их надо. Это же касается и вакцинации. Сегодня, чтобы выработать коллективный иммунитет, необходимо вакцинировать до 75% белорусов. Здесь, что ни на есть прямая взаимосвязь. Чем выше темпы вакцинации, тем менее интенсивен эпидемический процесс. Факт. И отрадно, что белорусы сегодня это прекрасно понимают. Очереди на пункты вакцинации увеличиваются. В обороте находится 800 тысяч вакцин. Ожидается большая партия китайского антигена. В день по всей республике прививаются примерно до 30 тысяч человек. Более 2 миллионов белорусов уже прошли полный курс вакцинации. К концу же 2021 года в Беларуси рассчитывают прийти к цифре в 5 миллионов привитых человек. Всемирная организация здравоохранения констатирует, в странах с высоким уровнем вакцинации крайне низкие показатели смертности от коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание на важность проведения вакцинации. На сегодняшний день не существует этиотропного лечения коронавирусной инфекции. Поэтому наиболее надежным способом предотвращения тяжелого течения болезни, развития тяжелых осложнений является вакцинация. Это во всем мире, это показывает практика, количество тяжелых случаев, которые мы наблюдаем в стационаре, невакцинированные пациенты. Те, кто вакцинировался, приносят заболевание, если переносит значительно легче, ну и часто протекает заболевание в бессимптомной форме. Вакцина используется российская, спутник ВИ. Она себя хорошо зарекомендовала. Мы работаем этой вакциной уже давно, с марта этого года. Поэтому препарат, который мы сейчас будем использовать, он используется и в других прививочных пунктах, в том числе и в поликлиниках. Сегодня белорусов прививают сразу несколькими препаратами на выбор. Это российский спутник ВИ, спутник ЛАЙТ, а также китайский антиген Верацел. В скором времени ориентировочно в 2023 году в оборот выпустят и отечественную вакцину против COVID-19. В настоящее время проходят ее предварительные доклинические исследования. В следующем году начнутся полноценные доклинические исследования на животных. В первом полугодии, скорее всего, начнутся испытания на людях. Белорусская вакцина от COVID-19, в отличие от предшественников, не будет иметь возрастных ограничений по возрасту. Мы мудро, извините за нескромность, поступили, когда договорились, что мы свою вакцину, которую мы уже в пробирке имеем, выпустим в оборот в 2023 году. Мы ведь чем мотивировали? Я часто об этом говорил. Возможно, тогда будет совершенно другой штамм этого ковида. И сегодня видим, что он может быть. Мы уже 4 или 5 штаммов пережили. Сегодня дельта индийский этот штамм вируса. Поэтому мы как раз произведем свою вакцину и подрежем ее, приспособим, как медики говорят, к тому вирусу, который будет циркулировать в 2023 году. Сейчас очень многое сделано для того, чтобы производить свою вакцину. Сегодня есть проект, мы закупаем оборудование для того, чтобы у нас был свой завод по производству вакцин. Как-то делается в Китае, как-то делается в России, в Соединенных Штатах Америки, ну, возможно, еще в нескольких государствах. У нас должна быть своя вакцина, надежная. Как и информация относительно ситуации с коронавирусом, к сожалению, сегодня в информационном поле не осталось тем, не подвергнутых искажению и фейкам. COVID-19 – не исключение. Здесь, как говорится, лишний повод сколыхнуть людей, посеять страх и бессилие, вывести белорусов на улицы. А кричит-то кто? Беглые болтуны, сидящие в Литве и Польше, простите, но даже без комментариев. Хайповать на здоровье нации, видимо, последнее, что остается оппонентом власти. Когда действительную картину не скрывают за занавесами, а вот так масштабно, открыто и достоверно обсуждают на всю страну. С цифрами и фактами, где еще так прямо готовы говорить на волнующие темы. Вопрос, к слову, риторический. Кстати, ковидная тема стала не единственной, которую на минувшей неделе рассматривали на самом высоком уровне. Коснулись также и конституционных преобразований. Совещание президента с рабочей группой по доработке Конституции, по сути, своего рода завершающий этап. Финишная прямая в масштабном законотворческом строительстве. Как таковой базис фундаментальных норм выработан по большинству вопросов, точки соприкосновения найдены. Часть норм еще обсуждается. Один из вариантов Конституции, созданный Конституционной комиссией, разработан и сегодня его предстоит дошлифовать. С учетом исторического опыта, действительной реальности и, что немаловажно, будущего. И здесь понятно одно. Ослабевать позиции нельзя, как и допустить двоевластие в Беларуси, к чему приводят демократические мягкие конституции, мировая история знает. И Беларусь подобный опыт точно не устраивает. Посему докристаллизовывать ключевые нормы будут узким кругом. Это 11 человек, государственники и управленцы. Люди, как никто, изнутри понимающие государственный механизм. Естественно, здесь собрались прежде всего государственники и управленцы со стажем. Опытные люди, именно они разных профессий должны формировать облик новой Конституции. Наши предложения юристы, специалисты, грамотных у нас достаточно юристов, оформят это новый проект Конституции. То есть пропишут языком юридическим. Наше дело определиться и предложить Конституционной комиссии и людям варианты будущей Конституции. Главное в работе нынешней рабочей группы над конституционными изменениями не допустить разбалансированности системы органов государственной власти. Важно избежать смешения функций и полномочий ключевых органов, обеспечить согласованность их действий. Особое внимание надо уделить новому органу, Себелорусскому народному собранию. Предстоит определить его статус, порядок формирования и компетенцию. Сделать это так, чтобы не нарушить устойчивость государственного аппарата, не допустить появления в стране двоевластия. Наши свядомые опы и беглые кричат о том, что вот этот референдум, он тут Лукашенко, под себя, под президента делается Конституция. Но если уж откровенно говорить, то нынешняя Конституция это точно под президента. И лучшей Конституции, как они это мыслят по их критериям, никакому президенту не надо. Эта Конституция действительно очень жесткая. Они, многие специалисты говорят, авторитарного характера у нас власть в силу этой Конституции. Действительно это так. И мы говорим, почему мы делали эту Конституцию таким образом и под президента. Поэтому любая другая Конституция будет слабее, читай, как они говорят, демократичнее нынешней Конституции. Поэтому упрекать меня в том, что президент делает под президента, тут и вы тоже, Конституцию это полная глупость. Мы говорим о том, что пришло время Конституцию сделать таким образом, чтобы, если уж касаться раздела функционирования органов власти и управления, чтобы полномочия были в какой-то степени рассредоточены, у нас страна осталась президентской республикой. Я абсолютно убежден, что Беларусь должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну. И Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий президент прям рвется на эту должность, а для того, чтобы обеспечить сдержки и противовесы. Это постулат для юристов, это один из фундаментальных вещей – сдержки и противовесы. На этом строятся все законы, законодательные акты и, прежде всего, основной закон. Все, кто хотел участвовать в работе над изменениями и правками в Конституцию, такую возможность получили. Широкомасштабное общественное обсуждение в Беларуси, прямой диалог общества и государства, видит диалоговых площадок и общественных приемных. Приходи и высказывайся – судьбу Беларуси решает только белорусский народ. Принцип, от которого наша страна не просто не готова отходить, сегодня он главенствующий по многим аспектам государственной жизни. Провозглашать демократию, про которую, к слову, сегодня так много говорит коллективный Запад, не значит быть ею. Наше искреннее мнение, что идеология должна быть в государстве единой. Идеология, она должна формироваться на принципах социальной справедливости, народовластия и заботы о стариках. Это вот такое более, больше социалистическое такое мнение, да. И должна приниматься путем общенародного голосования, то бишь на республиканском референдуме. Она должна обсуждаться и уже она должна быть единой везде, в образовании. Во всех сферах жизни идеология должна быть единой. Один из таких главных еще тезисов, я думаю, что он тоже будет услышан и отразится в Конституции, это главенство национального законодательства, главенство над международным. Потому что уже, вы же сами видите, как оппозиция этим пользуется, как ссылается на эти международные акты, все это реально подставляет. Мы суверенное, независимое государство, мы имеем свое право, оно наше, и в первую очередь руководствоваться должны этим правом мы. Белорусы, как никто, знают, чего хотят, тонко чувствуют назревшие изменения, параллельно понимая одно. Реформируя фундаментальный закон, не потеряй то, что уже имеешь. В идеале же сделай лучше, чем было. Беларусь должна оставаться президентской республикой, при этом с главы государства следует снимать несвойственные функции. Ключевой вопрос здесь – грамотное перераспределение полномочий между ветвями власти, создание своеобразной государственной подушки безопасности Всебелорусского народного собрания. Когда четко понимаешь, в каких реалиях пишется Конституция и какой ценой Беларуси дала свобода и независимость, становится ясно слушать и прислушиваться однозначно стоит только к себе. Генетическая память нации точно не подведет, адекватная оценка происходящего сегодня просто не позволит ошибиться. Сохранить Беларусь для будущих поколений, сделать ее лучше, комфортнее и безопаснее для жизни – главная задача белорусского народа и уверенно с нею справимся. Время определено не позднее февраля 2022 года, белорусский народ скажет свое слово. А на сегодня у меня все. Напомню, если вы что-то пропустили наши программы, можно просмотреть в социальных сетях и на ютуб-канале нашего телеканала. Спасибо за внимание, берегите себя и своих близких и до новых встреч в эфире через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова